МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши корреспонденты с подробностями. Как минимум пять, за которых необходимо прожить на территории в области. Белорусское грамадянство и отсутность судимости. Плюс высокие деловые якости и сдольность працовать в коллективе. У Гомеля полечили, что всем этим потребованиям отправляет Андрей Беляков, который свою працованную деятельность начинал в системе эдукации, а потом пройшел шлях от первого секретара Гомельского районного комитета БРСМ до первого секретара Центрального комитета этой организации. Под руководством Андрея Эдуардовича Союз молодежи реализует в общественно-политической жизни страны такие значимые проекты, как волонтерский «Тоброе сердце», патриотичерский «Цветы победы», спортивно-образовательный форум «Олимпия», дискуссионные открытые дебаты «Выбирай бай», марафон «Все краски жизни для тебя» и многое-многое другое. В международном сотрудничестве налажено сотрудничество и подписаны порядка 30 соглашений с молодежными организациями России, Греции, Кубы, Венесуэлы, Ирана, Турции, Азербайджана, Латвии. У вынику открытого голосования Андрей Беляков обирается кандидатом у члены Совета Республики национального сходу Беларуси. Уверность, неконшатковое решение будет принято на посаджении депутата у базового узровня у Гомельской области. По коль же потенциальный сенатор каже об своим жадании займаться конкретными пытаниями и дадает, что работа у Беларусским Республиканским Союзе молоди в этом плане допомогла отримать ответный опыт. Безусловно, что опыт, который есть, он, уверен, пригодится. И уже на таком ответственном участке работы, если все сложится успешно, конечно, буду прилагать усилия, чтобы конкретными действиями, конкретной помощью делать так, чтобы помогать людям и делать так, чтобы наша страна была еще сильнее и вместе мы строили процветающую независимую Беларусь. Олег Сентяров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель». Уборка зерневых и зернебобовых культур на Гомельщине поступово выходит на финишную промою. Аграры Речицкого района первыми в регионе завершили массовую уборку. У мясовых господарках и самый великий намолот. Больше, как 105 тысяч тонн сбожжа. А кроме этого, Речицкий район – лидер по ураджайности. 41,5 центнер с гектара, что на 10 центнеров больше за региональный покажчик. Агульный намолот у господарках в области коля 915 тысяч тонн. На сегодняшний день убрано 83% площадь, ближе и до завершения уборочных работ в Мазырском, Гомельском, Добружском и Жлобинском районах. Сегодня в областном центре отбылось и посаджение Гомельского гарвы «Канкама», подчас якого обмерковывалось питание о входе подрыхтовки до работы в осенне-зимовый период 2016-2017 года. А зараз вядется активная деятельность по выполнению запланованных о гэтом накерунку мероприемствах. Почас посаджения прогучало. На усих теплокрыницах областного центра створен необходимый запас резервового палева у количества маль 3 тысяч тонн. Регистрация пашпорта у готовности гэтых объектов ожитивляется у ответственности графиком держа энергонагляда. Так у Гомеля уже 37% теплокрыниц отримали ответные документы. Особливая увага надается и подрыхтовцы жилевого фонду, який складая каля 2 тысяч жилых домов, что продуглеживая выкананне ремонту инженерного обсталявания, тепловых пунктов, водоповышальных установок и иншага. Зараз гэтые работы практически завершены. Пашпорты готовности у Гомеля отримали 55% с пожилцов тепловой энергии. У целым запланованное мероприемство и по подрыхтовцы доработы у осенне-зимовый период 2016-2017 года идиот поведности за усталяванным планом, опередживаючи леташние показчики. Зараз усе структуры областного центра задзейничаны на ликвидации проблемных пытанев, как в пашпорты готовности теплокрыниц и с пожилцов тепловой энергии были отриманы уагульно-дведенный термин. Проблемным вопросом, который следует сегодня также обсудить, является обеспечение теплоснабжения жилого дома номер 3 по улице Жарковской, детской областной клинической больницы, фериала Гомельской городской поликлиники номер 6 по улице Консомольской и объект Банк ВТБ. Теплоснабжение, которое крайне осуществлялось от котельной Гомель обл. теплосети, ликвидировано в связи со строительством детской областной клинической больницы. По информации Гомельской областной УЦ, работы по подключению теплоснабжения планируется выполнить до 1.10.2016 года, при этом в соответствии с решением, как уже областная 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 больница, потребители тепловой энергии, паспорта должны получить до 1 сентября. Протягиваем выпуск. Уже литерально празд два тыдни уступают цю силу дополненні администрационный кодекс краины, по яких за оборот выраб и заховывание некурильной сумеси на свай и иных подобных сумесей укараются бойным штрафом. С початку гэтага года за бороту по Гомельской области конфискована амаль паутоны некурильных сумеси на свай. Прытягнута до отказности 70 человек, які мают дочинение до незаконного вырабу, заховывания альбо гандлю. Пакуль, что на свайщика упрытягивают до отказности по так званых экономичных артыкулах кодекса. С 23-го жнивня минавита выраб, заховывание и распаусюджывание на свай у померы больше, как 50 граммов станет подставой для администрационного процесса. Пакуль же опошнее затриманнее. Напередо дни конфискована одразу 3 килограммы гэтагаречева у гандляра у Гомеле. Сотрудниками Управления контроля и против торговли людьми был задержан ранее неоднократно привлекающийся житель города Гомеля за реализацию некурительного табачного изделия на свай, у которого в машине, на которой он передвигался по городу Гомель, было обнаружено 3 килограмма некурительного табачного изделия на свай. Данное табачное изделие изъято. В отношении задержанного составлен административный протокол, машина, на которой передвигался задержанный, изъято. В настоящий момент на машину наложен арест. У Беларуси рыхтуется узмацнить боротьбу с куреннем. У распрацовцы знаходится проект нового антитутуневого декрета. Он пропонует приравнять электронные цигареты до звычайных и поширить пиралик местов, у которых курение забороняется. Шмадетная семья Грачуха уже вела одной из новобудовлей у Гомеля 4 годы. За уседы хотели иметь несколько детей, тому жилье одразу выбрали просторное. Пакульно родили троих. Двух старейших детей на лето отправили до бабули. Отпашить от городского шума, сут улицы и цигаретного дыму. Семейное счастье Грачуха потонают от у него смогу. По словах шмадетной мати, поверхом нежи живут суседи, які курать без перапына. Они очень часто курят, и муж, и жена, но они сейчас вообще в разводе, но всё равно бывают здесь. А в этой комнате мы жили до этого с ребёночком. Сейчас перенесли кроватку в зал, потому что здесь, особенно ночью, жить невозможно, когда они приезжают, ведут к нам. Домовица по-доброму не отрымливается. Каб вырешить проблему, шмадетная мать изверталась у розной инстанции. Але покарать суседів немахчимо, законодавство и ныне порушают. Курить на властном балконе у них есть полное право. Правилами пользования жилыми помещениями, содержанием жилых и вспомогательных помещений, утверждённых постановлением правительства в 2013 году номер 339, установлен запрет на курение в многоквартирном жилом фонде как жильцов, так и организаций во вспомогательных помещениях. Это коридоры, галереи, лестничные марши, площадки, лифтовые комнаты, комнаты под мусоропроводы и другие помещения. Придомовая жилая территория и оборудованные детские площадки. В соответствии с административным кодексом, курение в местах, которые запрещены в соответствии с действующим законодательством, влечёт за собой наложение административного штрафа в размере до 4 базовых величин. По статистике, в Гомельской области курить 23% же хоров. Маются на базе граждане 16-ти годов. Наверное, неумисно и нечасто становятся причиной незручности для тех, кто этой шкодной звички не мает. В поезде, например, где запрещено курить, то они могут выходить, но это как бы мешает. Ну, в общем, на основу как мешает. В заведениях так вообще очень сильно мешает, особенно вся одежда потом воняет. Идёшь по какой-либо улице, вот, например, даже по этой, и здесь рядом идут с тобой курящие люди. То есть, как бы, мне эта ситуация не нравится. Разом с тем, проблемы громадства, связанные с курильщиками, значно ширейшие. У Беларуси от хвороб, связанных с курением, что ход помирает не кольки тысяч человек. Пришим, вельми часто татуневый дым отправляет на той свет, процесс дольных и активных. В Украине, денежая широк нормативных правовых актов, накерованных на скорочение споживания татуневых вырубал. В 2005 году Республика Беларусь ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Также в стране действует ряд нормативных и правовых документов. В том числе, это декрет президента Республики Беларусь номер 28 о государственном регулировании производства, потреблении табачных изделий и табачного сырья. А также это закон Республики Беларусь номер 225 о рекламе, кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. А не люди по раннейшему курать, и одних заборонных мер видовошно недостатково. Плануется, что новый декрет приравняет электронные цигареты до звычайных и заборонит поживание и неполильных жевальных сумесел. У кафе и ресторанах будут обсталяваны специальные места для курения. А вот в лифтах, на детских плясовках и пляжах новый декрет заборонит курить у Вогулі. То есть тысячи савы творчих по мешканью, территорий спортивных и оздоровленных объектов, припынка у громадского транспорта. Плануется, что у автомобилях и по мешканях, когда у них присутничают дети в возрасте до 14-ти годов, курить так само будет нельга. Настасия Кучинская, Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, Игорь Марышченко, телерадоя компания Гомель. Православные верники сегодня означают День памяти одного самых шанованных святых, великомученика и лекара Пантелеймона. С этой нагоды Боскую Литургию свято-петропавловским соборы Гомеля означали у епископ Гомельский и Жлобинский Стяфан. Нагадаем, у этой дни уголовным соборы Гомеля находится частица моща у святого Пантелеймона, доставленная из Италии. Наведать службу и поклониться святыне, к этой ранице и до храма пришли сотни верников. По этой причине Боское действие пришлось оперонести на улицу. Литургия прошла на приступках собора практически под открытым небом. Дорогие братья и сестры, хотелось бы в этот знаменательный день пожелать им мира, помощи, благополучия. Это у нас великая радость для Гомеля, для нашей Гомельской епархии. Нам впервые за 350 лет прибыли мощи, они покинули свое место поста на пребывание, кафедральный собор, были к нам, на нашу Гомельскую землю. У нас есть возможность помолиться им, и в этот праздник, этому годнику Христову, принести свои молитвы, принести свое сердце и пролить, действительно, нашу христианскую любовь. Дарюши святыня пробуде тут до 12-го жнивня. Прикласться до Ее можно с 7-ми их один ранецы до 10-ти вечера. У передопошний день Ее знаходжения у Гомели, у День памяти пропадобной манефы Гомельской, у Свято-Петропавловским соборы так само отбудется Боская литургия. Кабузначалить Ее, у Гомель пробуде патриарши Акзархусея Беларуси, митрополит Павел. Приемные новины пришли из Олимпийской горы. Беларус Станислав Щербаченя пробился у полфинал с поборництва по академичным Веславанне. У четвертьфинальном заезде лодок-одиночек спортсмен з Ельска занял третье место. Гэта дозволила ему квалифіковаться у полфинал. Первые чемпионы у академичным Веславанне вызначаться завтра. Жанучая команда гандбольного клуба Гомель вернулась с перемогой из международного турниру, який отбылся у Польши. Почас поборництва у гомельчанки отрымали три перемоги, одна гульня завершилась у нічыю. Сегодня у девчата знову приступили до тренировок. Мужчинская команда так сама поспробовала силы у спарингах. Соперником был украинский клуб «ЗНТУЗАС». Напереды дни гомельчане перемогли без проблем – 34-29. А уже сегодня было не так просто. А малю весь матч гомельчане были напереды. У соперника отрымливалось сравнять лик, однако перехопить лидерство и ныне смогли. Все выращалось у концовцы. Межшим за три хвилины до финальной сирены украинская команда смогла выйти наперед. А вот у гомельчану от ацы у вращальный момент ничога не отрымливалось. Як выник – поражение 26-28. Однако головный тренер гомельской команды Сергей Цыганкоу не бачит трагеды у пораженни. Команда Пакуль шукая свою гульню як у от ацы, так и у обороне. Спарринг идёт очень тяжело, потому что, во-первых, поменялась у нас немножко система защиты в связи с приобретением центрального защитника. Ещё не совсем сыграны. Больше всего меня беспокоит эта игра в нападении команды. Мы лишились основного игрока, разыгрывающего, ой, полусреднего Ященки Андрея. Поэтому, как бы, не можем сейчас ещё найти свою игру. Ещё далеко от того, чего мы хотим, и чего вообще будем играть в этом сезоне. Завтра гомель проведе ящий один спарринг – соперник Могилёвский Машэка. На этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин